МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Региональные вопросы в правительстве Рязанской области прошло очередное заседание. На новом месте городской собачий приют переехал в большое помещение. Все сюда. Рязанцам показали обновленный участок Лыбинского бульвара. Спонсор программы «Неделя города» ООО «Рязань Медтехника». Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании с использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечнике завода «ФХ Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72-2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. 2 августа страна отмечает День воздушно-десантных войск. В этом году в 94-й раз. На стадионе «Спартак» состоялся военно-спортивный праздник, в программе которого выставка военной техники, показательные выступления по рукопашному бою, прыжки с парашютом и многое другое. История Рязанской области неразрывно связана с крылатой пехотой. В Рязанском училище ВДВ воспитано множество поколений достойных защитников Отечества. В том числе 137-й гвардейский парашютно-десантный рязанский полк во все времена с честью выполнял свой воинский долг. Героизм, мужество и отвага – это то, что всегда отличало десантников. Такой пост в своем телеграм-канале сегодня утром опубликовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он одним из первых поздравил десантников с праздником, отметив, что в зоне СВО они проявляют неизгибаемую силу воли и духа, взаимовыручку, мастерское владение современной техникой и тактикой боя. Прыжет с влагом столицы воздушно-десантных войск города Рязани. Выполняет кандидат в мастера спорта. Россия гвардии и рядовой Патрина Татьяна. Призер чемпионатов России среди юниоров совершила более 500 прыжков с парашютом. Практическую часть праздника по традиции проводят на стадионе «Спартак». Именно здесь своеобразные выставочные павильоны – образцы современной техники, вооружения и экипировки воинов-десантников. Сегодня в городе такая особая атмосфера. 2 августа съезжаются военнослужащие со всех уголков нашей страны, ветераны, выпускники прославленного училища ВДВ. В праздновании Дня ВДВ принял участие главный федеральный инспектор аппарата полномоченного представителя президентов ЦФО Михаил Максимов и первый зампред правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Он вручил государственные награды командирам взводов и преподавателям кафедр Рязанского училища ВДВ. Здесь чтят и продолжают славные традиции подготовки людей, уникальные силы духа, выдержки, выучки, уют кадры для нашего элитного рода войск, успешно решающего сложнейшие боевые задачи. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной Армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. За всю свою историю Рязанское училище подготовило сотни тысяч офицеров. В состав вуза входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов, сотни обучающихся и десятки тысяч выпускников явно говорят о том, что страна в надежных руках и под куполом крылатой гвардии. К темам недели. На заседании правительства обсуждали федеральные и региональные выплаты своим. Прозвучали и другие темы, касающиеся в основном благоустройства региона. Напомню о главных. Началось заседание правительства на негативной ноте. Накануне губернатор Павел Малков посетил дворец детского творчества. Сейчас там ремонтируют бассейн, регион планирует выделить деньги на ремонт кровли. Но увиденное там губернатора охарактеризовал как полную бесхозяйственность. Два летних месяца уже прошло. Дети на каникулах, спортсмены тоже отдыхают. То есть дворец стоит практически пустой. В моем понимании это время для того, чтобы все привести в порядок, подготовиться к следующему сезону. А там пустота, тишина, ничего не делается. Таблички напечатаны вот просто на принтере. Вот так вот и на скотче к стене приклеены или к дверям. Баннеры на стенах висят. Но такое чувство, что они как 10 лет назад их повесили, так они висят. Часть оборвана, часть нет. Криво, косо. Все, выцвело. Провода, извиняюсь, как сопли висят. В холле какая-то свалка старой мебели. Все стулья разные, столы разные, облезлые. Зачем там это вот при входе сделано? Я не понимаю. То есть чтобы люди сразу зашли и поняли, куда попали, и не питали иллюзий, что дальше будет лучше. После пламенной речи Павел Малков обратился к руководителям. Посоветовал смотреть на все глазами хозяина. В планах губернатора проверить учреждения культуры, спорта, образования. Смежная тема благоустройства общественных территорий. Работы много, говорит Павел Малков. Столько средств сразу найти нельзя. Тем не менее, надо постепенно начинать и системно двигаться дальше. Потому губернатор и принял решение выделить доп. средства. 50 миллионов. Другой вопрос. Тема здравоохранения. Она регулярно входила в топ-5 по количеству жалоб в соцсетях. Одно из решений, которое там было, включить все медучреждения в систему инцидент менеджмента. Это, я так понимаю, уже сделано, да, Александр Сергеевич? Соответственно, теперь медучреждения сами напрямую будут отвечать, отрабатывать все сообщения в социальных сетях, все жалобы, которые там возникают. Раньше это Минздрав у нас эту работу вел. Соответственно, теперь главные врачи будут сами погружены в эту тему. Будут лучше, надеюсь, знать, что пациентов волнует. Коснулись и тема культуры. В соцсетях жаловались на закрытые музеи. Дескать, лето, все после работы гуляют по городу, а музеи посетить и не могут. Закрыты они после шести. РИАМС проработал этот вопрос. И с 1 августа каждый четверг экспозиции музея можно посмотреть после 20.00. Но вся информация будет размещена, соответственно, во всех СМИ о изменении графика работы. При этом будет проведен мониторинг востребованности посещаемости данного музея в это время. И график еще может измениться. То есть над этим до сих пор мы еще прорабатываем вопрос. Спасибо. Давайте так, мы мониторинг не будем уже сейчас проводить. От выставки осталось 6 недель, полтора месяца. Вот сделайте на это время максимальное возможное время работы хотя бы 1-2 раза в неделю. Мы говорили о том, что должна появиться и условная ночь музея, чтобы хотя бы один день работали до 11 вечера. Под конец традиционные жалобы из соцсетей. На первом месте по-прежнему сфера ЖКХ. Рязанцы жаловались на отключение света и отключение горячей и холодной воды. После – тема дорог и медицина. Замыкать пятерку лидеров наболевший мусорный вопрос, о котором губернатор сказал просто. Цитата. В моей картине мира все просто. Администрация отвечает за хорошую площадку для сбора бытовых отходов, а региональный оператор – за то, чтобы площадка эта была чистой. В Рязани открыли обновленный участок Лыбецкого бульвара. В новом парковом пространстве появились зоны отдыха с батутами, гамаками, а также скейт-парк. Открытие совместили со спортивным фестивалем «Все сюда». Спортивный фестиваль «Все сюда» организован по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей. Юных спортсменов здесь тестируют на профессиональном оборудовании. И это неудивительно, ведь сдача всех так называемых нормативов гарантирует приглашение в клуб ЦСКА. Как говорят сами организаторы проекта «Все сюда» из 90 юных спортсменов, такой шанс выпадает лишь одному. Сегодня на площадке стадиона «Спартак» собралось более 450 начинающих футболистов со всей Рязанской области. Задача проекта первая – это найти ребят неохваченных. То есть мы понимаем, что мы ищем ребят по всей России, но ищем только на профессиональных соревнованиях. Мы уверены, что есть талантливые ребята в регионах, которые не охвачены и которых мы сможем найти с помощью фестивалей. Ну и второе, конечно, прививать любовь к футболу и по возможности к нашему клубу, который приезжает сюда не только искать ребят для того, чтобы сделать их футболистами, но и болельщиков. Организаторы уверены, быть футболистом значит не только проявлять физические качества, но и уметь принимать решения за короткое время. Фестиваль посетил министр спорта России Михаил Дегтярев, который дал высокую оценку мероприятию, подчеркнув, что Рязань – это спортивный город. Отбор по современным методикам, в том числе с использованием искусственного интеллекта, компьютерных всех технологий. И уверен, что проект будет жить. Мы его поддержим. Я думаю, что все сюда займут, точнее, постоянное место в спортивном календаре. Ну и хочу напомнить, что, как говорит президент Владимир Владимирович Путин, спорт высших достижений рождается исключительно в детско-юношеских секциях. Одной из центральных площадок фестиваля стала благоустроенная территория Лыбецкого бульвара. Здесь для рязанцев и гостей областного центра прошли спортивные турниры, а также показательные и танцевальные выступления в скейт-парке. По словам жителей региона, открытие этой зоны отдыха ждали уже давно. Очень рада, что у нас появилась такая вот площадка, и есть возможность у ребят теперь кататься в нашем городе. А это хорошо, что молодежь теперь будет больше заниматься спортом, а не где-то там гулять или еще зависать. В общем, все круто. Я думаю, что обязательно это будет интересно. Очень много различных площадок, очень много разных интересных мест, где можно проводить время. Полный восторг. Больше всего мне понравился скейт-парк. Мой сын здесь катает, поэтому, безусловно, это то место, которое мне здесь ближе всего. Спортплощадку на Лыбецком бульваре построили благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Она станет частью большого маршрута «Рязань пешеходная». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кроме того, на этой неделе прошла приемка нового этапа благоустройства Новопавловской рощи. Объект принимали представители администрации города, городские парламентарии, активные жители, комитеты ТОС и подрядчик. Лабрадор Джесси резвится на площадке для выгула собак в Новопавловской роще. Снаряда она пока покорять не умеет, поэтому просто бегает за мячиком. Но хотя бы есть где бегать, говорит хозяин собаки Сергей. Раньше не было и такой площадки. Мы гуляли здесь же, но у нас таких условий, конечно, не было. Сейчас можно отпускать свободно, не бояться, что дети там прибегут. Площадка для выгула собак появилась в Новопавловской роще в этом году в рамках первого этапа благоустройства. У нас теперь лавочки комфортабельные, очень. Две детские площадки, то есть для маленьких детей и для детей постарше. Потом вот эту спортивную площадку нам огородили уже конструкцией конкретной, то есть ее невозможно сломать. Ну вот выгул для собак вы видели. Цена у нас новая. Там побольше детей может собрать и мягкое покрытие, и видеонаблюдение. Новопавловскую рощу как объект для благоустройства выбрали сами рязанцы. Рейтинговое голосование проходит каждый год. В 2022-м выбрали территорию Новопавловской. Зеленую зону благоустроили по программе «Комфортная городская среда», «Нацпроекта», «Жилье и городская среда». В прошлом году очень много с жителями обсуждали именно сам эскиз, дизайн проекта благоустройства. Все пожелания были включены. Общее финансирование проекта составило порядка 25 миллионов рублей. Подрядная организация приступила к работам уже с апреля. Контракт был заключен до 16 августа. Тем не менее, сдали мы его почти на два месяца раньше контракта. Принимали парк вместе. И тосы, и жители ближайших домов. Теперь рязанцы гуляют по новому асфальтовую тротуару. Покрытие это уложено на площади около полутора тысяч квадратных метров. Вокруг дорожек установлено 49 новых фонарей и новая сцена, на которой запланирован праздник, посвященный завершению благоустройства и Дню города. Проходили у нас субботники. Здесь ежегодно большие субботники проходили совместно с администрацией, совместно с ТОСами, с жителями. Здесь эту территорию парка объединяет сразу несколько ТОСов. Они достаточно активны в нашем городе. Проводят здесь и праздники, здесь и прекрасная сцена установлена. В будущем у нас здесь будут праздники и Дни соседей, и Дни ТОС. Уже есть планы на второй этап благоустройства. Это работы на Новопавловском пруду. Концепция разработана на весь парк, говорят под администрации. Но пока говорить о самих работах рано. В этом году на голосовании по нацпроекту в лидера выбилась Площадь Победы. Но жители готовы отдать свои голоса за Новопавловскую в следующем году, чтобы парк, что называется, задышал полной грудью. Каждому живому существу нужна крыша над головой, и собаки не исключение. Приют городской службы по контролю за безнадзорными животными не только дает укрытие, но и старается улучшить условия содержания. Для этого приют переехал на новое место, и его постояльцам стало еще комфортнее. Подробности в следующем сюжете. История этого переезда началась в октябре прошлого года, когда закончился договор об аренде помещений на Яблочково, где последние годы и размещались городские беспризорные животные. Освободить территорию нужно было срочно, а идти с огромным количеством собак было некуда. Помощь пришла от главного управления ветеринарии. Его начальник Михаил Балакин предложил Марине Селезневой и ее подопечным помещение, которое построено для содержания свиней в случае ЧАЭС, но по назначению так и не пригодилось. Вернее, пригодилось в другой чрезвычайной ситуации и стало уютным домом для 136 собак. В нем уже были вот эти металлические отсеки, только пруты были гораздо шире, и не было подведено никаких коммуникаций. То есть теории когда-то они здесь были, но когда мы пришли, здесь просто были крыши, стены и много отсеков. И мы посмотрели и поняли, что здесь есть куда расти, здесь есть развиваться, можно развиваться. Есть очень много территории, есть помещения рядом, которые тоже впоследствии можно использовать. Хотя переезд был сложным, он проходил с радостью. Ведь на прошлой территории приюту пришлось выдержать немало испытаний. Во время ливня в июне затопило гаражи с собаками и пришлось экстренно эвакуировать животных ночью. Потом сломались холодильники, где хранилась еда. Да и места было откровенно недостаточно. Здесь есть где погулять, здесь есть где укрыться. Помимо вольеров есть всегда отсек, из которого они могут выйти погулять днем. И есть еще улица. То есть, конечно, здесь комфортнее. И эта территория чем хороша? Если там все было сконцентрировано в одном гараже, там и сидели сотрудники, и мыли руки, и содержались стационарные животные. Здесь у каждого есть свое место. Сейчас первый этап переезда завершен. Проведен субботник, чтобы подготовить ангар ко второму этапу. Постройки теплого дома, кухни и задней площадки для выгула собак. Мы приехали первый раз. Я списалась с Мариной, директором приюта. Нужна ли какая-то ручная помощь, именно рабочий труд. Марина сказала, что экстренно необходимы руки рабочие для того, чтобы освободить пространство, чтобы началась стройка. И вот будем помогать собирать кухню, на которой будет готовиться пища для животных. На этом развитие приюта для собак не закончится. Подчеркнул первый заместитель начальника главного управления ветеринарии по Рязанской области Сергей Макаров. В планах на этом не останавливаться. Введение Рязанской областной ветеринарной станции. Есть территории, неплохие помещения, которые муниципальные учреждения города Рязани в ближайшем будущем может осваивать и продолжить работу животных без водителей. Животные – братья наши меньшие. Оставшись без хозяина на улице, они не могут помочь себе. И важно помнить, что это может сделать только человек. Анастасия Анатольев-Дмитрифимов, телекомпания «Город». 1 августа древние народы нашей полосы праздновали особенный день – поворот к осени, праздник первого урожая. Какие традиции древних стоит соблюдать современным людям? Советы для наших телезрителей в следующем сюжете. По преданию, праздник был установлен самим Богом Солнца. Представители разных культур называли его по-своему «Ламас», «Лугнасад», «Луннаса», «Праздник кукурузы», «Праздник первого урожая» или «Праздник хлеба». Согласно кельской легенде, праздник ввел Бог Луг в честь памяти своей матери Таилтине. В некоторых источниках эта дата считается временем начала жатвы и знаменует важный период в жизни земледельцев. Первый сноб – это всегда задел на будущее. Его сохраняли до следующего года, но с него обязательно брали какую-то горстку зерна, обмолачивали его и пекли на утро хлеб. Этим хлебом одаривали всю общину. Символика праздника – это хлебные колосья, цветы подсолнуха, все желтые и оранжевые цветы золотистого оттенка. И их обязательно складывали в корзинку, цветы и плоды, и вот эта корзина украшала стол. Еда этого праздника – это всегда хлеб, пироги с яблоками и любые овощи и фрукты красного, желтого, оранжевого цвета. Считалось, что 1 августа несет в себе особенную энергию исцеления и защиты. Магия ла-масса связана с привлечением удачи для получения заслуженных плодов и признания в обществе. Очень удачно в это время, так скажем, кого-то чем-то угостить, кому-то что-то принести, отдать или избавиться от чего-то лишнего. Просто-напросто повыкидывать все ненужное из дома. Поэтому вот это как раз и можно делать вот именно сегодня, завтра еще вот три дня. Праздник первого урожая – самое подходящее время для создания и активации оберегов, талисманов и амулетов. Они прослужат целый год без дополнительной подпитки. Энергия ла-масса настолько сильна, что ее хватит надолго. А сразу после наступит новолуние. Случится оно 4 августа. 5-го Меркурий становится ретроградным. То есть 4-го числа Меркурий уже, скажем так, то есть это будет такой безумный день слегка, потому что мы с утра не будем помнить, о чем мы вчера говорили, что нам надо сделать. И как бы вот, да, и вот будет такой вот бег на месте и погоня за собственным хвостом, как у тех же самых котов. Но самое интересное будет дальше, потому что Меркурий разворачивается в знаке Девы, а Дева относится к работе. То есть вот тут вот наступает период ошибок всяческих, глупых, идиотских. То есть при заполнении документов, при получении документов, вот при любых таких вот каких-то работах с бумагами, надо быть предельно сосредоточенным и проверять каждую букву. Весь этот период хорош для того, чтобы закончить то, что когда-то заброшено, доделать то, что не удалось сделать, а также благоприятное время для личного творчества. И хотя ли это еще с нами, до 1 сентября буквально подать рукой. И уже пора позаботиться о выборе школьной формы. Магазин «Шанхай» на Московском шоссе – удачный выбор для тех, кто ценит стиль и качество. А в густ пора собирать ребенка в школу. И не важно, в какой класс он идет. Набор необходимого не маленький. Поиски школьной и спортивной формы, покупка тетрадей, ручек, карандашей и другой канцелярии. А еще не забыть про рюкзак, сменку. Походы по магазинам отнимают не только много времени и сил, но и требуют значительных финансовых вложений. Но есть выход. В магазине «Шанхай» на Московском шоссе можно купить все и сразу. Огромный выбор школьной формы как для мальчиков, так и для девочек. Большой ассортимент и широкий размерный ряд позволят удивить даже самую капризную модницу. Школьные платья, сарафаны, блузки, брюки, жилеты, фартуки. А еще не маленький отдел с туфлями. Мама одной из школьниц показала лук, который подобрала для дочки на будущий учебный год. Я приобрела для своей дочки платье в школу, замечательную красивую блузку, вот такую шикарную красивую юбочку. Хочу приобрести еще много всего школьной и обувь, и канцелярию, и джемпера. Очень хороший магазин, очень дешевые цены. Всегда есть размеры, большой ассортимент. Для мальчиков ассортимент впечатляет. Только пиджаков здесь более 15 разных фасонов и цветов. Черные, серые, синие – все основные цвета, которые принято использовать в школьных формах. Брюки на любой вкус. А завершить образ помогут рубашки разных цветов на каждый день и стильная обувь. Мужских моделей более 10 видов. Я собираю ребенка в школу. Прекрасный магазин в Шанхай. Низкие цены для меня, применимые для моей зарплаты. Вот, решила прийти сюда, одеть ребенка. Рубашечку, пиджачок и брючки. Во время шопинга не стоит забывать и о спортивной форме. В магазине Шанхай она тоже есть. И мужская, и женская. Костюмы, кроссовки. А чтобы это все носить с собой, здесь же мешки для сменки. Помимо широкого выбора, главные плюсы покупки одежды здесь – низкие цены и хорошее качество. Покупатель Наталья отметила, что сама носит босоножки из магазина не один год. Вот, покупал четвертый год, ношу тоже четвертый год, ношу босоножки. Очень все крепкое, не рвется, качественное. Итак, стильный школьный образ готов. Рюкзак выбран. Теперь осталось его наполнить. Полный ассортимент необходимой канцелярии. Тетради, ручки, линейки, пеналы. Все, что нужно для учебы. Как говорится, не отходя от кассы. Дело сделано. Ребенок 1 сентября собран. Теперь и родителям можно порадовать себя покупками. В Шанхае представлена одежда для женщин и мужчин на любой вкус. А также стильные аксессуары. Зонты, кошельки, очки. Все в одном месте. По низким ценам на любой вкус. Этот магазин порадует каждого члена семьи. А вместе с тем сэкономит время и деньги. Анастасия Арн-Дмитрифимов, телекомпания «Город». По хорошей традиции в завершение выпуска рассказываем о рязанцах, увлеченных своим делом и достигших мастерства. На этот раз в центре нашего внимания художник по вышивке Ирина Рифель. Ирина Рифель закончила Рязанское художественное училище имени Вагнера. При поступлении выбор пал на отделение художественной вышивки абсолютно случайно, ведь набор туда открывали лишь раз в четыре года. Так, после окончания училища девушка стала профессиональным художником по вышивке с активной творческой жизнью. Ирина рассказывает, любовь к рязанскому орнаменту и традиционным техникам ей привели еще в училище. После окончания художник постоянно участвует во всероссийских, а также международных выставках. И пока идет подготовка к очередной экспозиции, проводит большую часть времени в своей мастерской. Я сначала прорабатываю технический рисунок. Хоть у меня композиция основывается на традиционной вышивке и традиционном орнаменте, но все равно это моя композиция. Я ее самостоятельно прорисовываю на миллиметровке, выполняю зарисовки в цвете. И ни одна композиция не повторяется. Потом, после расчета на бумаге, еще дополнительная работа появляется. Это как ткань диктует свое. Свой расчет, свою цветовую гамму, нежели ты задумал ту, которая на бумаге. Важная часть профессиональной деятельности – это, конечно, реставрация. Так, совсем недавно художник восстанавливала старинную вышивку. И хотя обычно Ирина работает с льном в качестве полотна для рисования нитками, батистовые салфетки тоже оказались по плечу талантливому мастеру, несмотря на сложность работы с материалом. А еще Ирина участвует в проектах. В прошлом году художник приняла участие в Чувашской инициативе по вышивке карты России. А после решила сделать расширенную версию нашего региона, поделенного на районы. Причем каждый из них выполнен орнаментом, который бытовал в народном костюме конкретной местности. Была сложность, конечно. Изначально не было 25 районов в Рязани. Границы перемещались. Была интересная исследовательская работа. И сейчас карта Рязанской области находится в фронтах Рязанского историка архитектурного музея-заповедника. Мы ее интересно используем в музее. На «Ночь искусств» мы придумали интересный интерактив в виде пазла. И самое важное, наверное, что это имеет до сих пор продолжение. Ирина работает в технике «Счетная гладь». Для этого художник кладет стежки в определенном направлении, считая пропущенные нити. Девушка признается, работа, конечно, кропотливая, но результат всегда оправдывает ожидания. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова